Здоровый образ жизни и мозг. Где нам мозг помогает, а где он мешает? У нас есть вот сфера такая потребностей, а есть сфера осознанности. То есть наш опыт, память. И вот за счет осознанности, да, мы можем себя сдерживать и направлять на путь истинный. Что происходит с нашим мозгом, с возрастом? Если мы долго не используем какие-то блоки, начинается упрощение нейросети, разрываются контакты. Мозги надо все время тренировать. Как? Как? Активно ими работая. Чтобы ваши мозги нормально работали, вам надо обо всем организме заботиться. И чем раньше вы это осознаете, тем лучше. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Иванов. Я работаю в компании Эвко. А вы находитесь на YouTube-канале компании Эвко. И обычно, когда мы сюда заходим, первое, что мы делаем, мы подписываемся на этот канал. Там есть колокольчик, и вот на этот колокольчик мы и подписываемся. А сегодня у нас в гостях наш давний знакомый, я бы даже сказал, друг и товарищ по популяризации правильных вещей среди нашей аудитории Вячеслав Альбертович Дубынин. Звезда нашего, между прочим, YouTube-канала. Лидер по просмотрам. Скоро будет миллион просмотров вашей лекции про сон. Я вот в этом нисколько не сомневаюсь. Эта серия подкастов – это часть нашего проекта вместе с Димой Алексеевым. Проект посвящен здоровью. Мы вместе с ним создали общественную лабораторию «Будущее здоровья». И вот уже записали 7 подкастов в той или иной степени про здоровые привычки, здоровый образ жизни, вообще как что мы с этим делаем, и вообще как мы можем в свое здоровье влиять. С вами же хочется говорить про мозг. Ну, со мной можно говорить вообще про весь организм. Точно, с вами можно обо всем говорить. Я же все-таки профессор физиологии. Если вы не знаете, кто такой Вячеслав Альбертович Дубынин, если вы будете сомневаться в его сейчас словах, имейте в виду, это доктор биологических наук. Это профессор Московского государственного университета. Не просто профессор, заслуженный профессор. Ну да, есть такое. В этом году присвоили, потому что я уже 20 лет профессор, и мне положена такая отдельная медаль. Ну и вы удивительную вещь делаете, конечно. Вы столько времени, внимания тратите на то, чтобы популяризовать, рассказывать, выходить в эфиры, в Ютубе. Но мы же не только ученые, мы еще преподаватели. И когда вы много лет читаете лекции студентам, то потом рассказать всем остальным людям получается на самом деле легко и просто. Спасибо вам большое. Первый вопрос. Здоровый образ жизни и мозг. Вот где нам мозг помогает в том, чтобы мы как-то себя в это направление здоровья двигали? А где он мешает? Ну это вообще разговор месяца на два, мне кажется. Хотя бы тейлист. Ну, собственно, надо разбирать, а как мозг функционирует. И ежели смотреть, то в основе нашего поведения, всяких реакций, то, что мы называем биологические потребности. В еде, в сне, в любопытстве, в смысле в новой информации, в размножении, в лидерстве, в лене. Это называется программа экономии сил. И фокус в том, что эти программы, они довольно часто конкурируют друг с другом. И одни про здоровый образ жизни прямо сейчас, другие про здоровый образ жизни когда-нибудь потом, третьи вообще про удовольствие и совсем не про здоровый образ. Поэтому надо каждую программу брать конкретно. Вот, например, программа голода. У нас же там нет счетчика калорий, который бы говорил, все, наелся. То есть, ежели дать волю, то организмы едят до тех пор, пока желудок не раздуется и не пойдет какой-нибудь болевой сигнал. Почему? Потому что в эволюции еды всегда не хватало. И вот такого вот какого-то блока особо нету. Вот поэтому люди там набирают вес. То есть, если мы себя сознательно останавливать не будем, нас… Ну да, нас… Без мозга нам будет плохо. Сознательно. Вот это вот на самом деле другая часть работы нашего мозга. То есть, у нас есть вот сфера такая потребностей. Она, ну то, что называется, бессознательная и подсознательная. А есть сфера осознанности. То есть, наш опыт, память, то, что нас там вот дедушки, бабушки, родители научили, хорошие учителя, добрые начальники. И вот эти две части, то, что Павлов там называл когда-то первая сигнальная система, вторая сигнальная система, они тоже конкурируют. И вот за счет осознанности, да, мы можем себя сдерживать и направлять на путь истинный. Если вам по жизни повезло, и вы, скажем, любите движение, вот у вас, да, организм такой, который при движении вырабатывает там кучу дофамина, и вы только побежали, и сразу классно, кайф, то, считайте, повезло. А если у вас не очень это работает, тогда вы себя двигаться, ну, где-то как-то заставляете на уровне осознанности. И вот таких проблем им не с числа. А вы слышали такое, у Натальи Петровны Бехтеревой, она однажды сказала, что мозг – это существо в существе. Я точно дословно не воспроизводил. Дальше было следующее, что он как будто бы охраняет нас от негативных эмоций. Тогда, если здоровый образ жизни дается через какое-то преодоление, мне нужно, например, на тренировку выбежать, или мне нужно отказаться от сладкого, какой-то негатив впустить в свою жизнь, получается, мозг меня будет направлять в нездоровье? Ну, получается, что так. Потому что у нас выходят некие события в разных временных интервалах. А вы согласны с Натальей Петровной, что так можно сказать? Ну, это вообще очень такой серьезный тезис. И, ну, не знаю, какой-нибудь Зигмунд Фрейд еще в XIX веке, когда начал говорить о психозащитах, по сути, имел в виду то же самое. Потому что негативная эмоция, она же не просто так. Она сигнал о том, что мы делаем что-то неправильно. Не попадаем в окружающую среду. И надо бы как-то так вырулить наше поведение, или хотя бы восприятие мира, в то, чтобы этих самых негативных эмоций стало поменьше. Потому что если их много, развивается стресс, хронический стресс. И это, собственно, ведет к нарушению здоровья и вообще всего на свете. Вот поэтому часть негативных эмоций мы обходим за счет реального поведения, а часть за счет изменения вот этой самой внутренней картины мира, осознанности. И это всякие вот такие когнитивные нарушения, диссонансы, конфликты и искажения. То есть такая популярная тема – когнитивные искажения. Вот-вот, это оно. Я тоже цитирую зачастую вот именно это выражение, потому что от негативных эмоций наше поведение старается как можно конкретнее убегать. Когда вот здесь речь идет о мозге, в этой части это наше бессознательное нас уводит или это наше сознание? Ну, сознание бессознательное. Скорее бессознательное, да? Да, это ведь тоже, конечно, жуткие упрощения. Для нас же важна функция. То есть в итоге мы все равно собираем разные блоки мозга в некие функционирующие, функциональные системы. Вот это про эмоции, это про память, это про сон и бодрствование, да? Это там, не знаю, контроль веса, голод. Это тревога, стресс. Вот, вот это важно. И дальше оказывается, что всякая функция, она буквально пронизывает и древние зоны, и зоны поновее, и тот же самый неокортекс. И что-то врожденное, а что-то результат обучения. Результат обучения и врожденное. Вот мозг и возраст. Что происходит с нашим мозгом, вот когда мы... Сначала взрослеем, потом стареем. Взрослеем, а потом стареем. Да, особенно во взрослой жизни. Был период трехлетний, с 37 до 40. Там стресс мощнейший был в жизни, какой-то такой не совсем простые события. Но как это проявлялось в части эффективности моей мозгодеятельности? Я не мог прочитать ни одну книжку. В меня не входил большой текст. И я, когда на это все смотрел, я понимал, что, ну, я, похоже, стареть начал. Похоже, вот так это и выглядит. Страшно, если честно было. Я с кем-то обсудить даже, не знаю, с кем мы там, с сестренкой моей... Говорит, ну, вот, похоже, у меня тоже что-то с памятью плохо стало. Я говорю, неужели старость, что ли, так выглядит? Позже мозг вот так отваливается. 37 лет уже старая. Да, да. Но потом все, слава богу, восстановилось. Это было, скорее, наверное, такой, как элемент стресса. Наверное, да. Но что происходит с нашим мозгом, с возрастом? И почему одни люди с возрастом как будто бы угасают? Видно и в мыслительной деятельности, и в речевой активности, во всем. А какие-то мы недавно записывали лектории с Риммой Павловной, Кречетовой, 93 года. Блестящая речь. Невероятная память. Концентрация, фокус. Ну, просто удивительная демонстрация работы мозга. То есть она помнит, образы рисует, язык невероятный. Вот почему у одних получается сохранить мозговую деятельность, а у других она как будто спадает? И что происходит в нашей жизни? Ну, Сергей, вот когда речь идет уже о возрасте 80-90 лет, там, конечно, огромную роль все-таки играют врожденные настройки. Да, и то, что вам удается до таких лет дожить, сохранив это трезвый ум и память и все такое, ну, как минимум наполовину зависит от родительских генов. То есть от тех молекул ДНК, которые вам мама и папа передали. Потому что, ежели у вас плохая генетика, что называется, вы, скорее всего, не дотянете в блестящем состоянии до, там, восьмидесятилетия. Вот, поэтому должно, во-первых, повести с генами, да, если вы целитесь на 90, там, на 100 лет. Ну, а во-вторых, да, действительно нужно работать, тренировать все эти самые нейросети, потому что у нас одна из программ, которая прям вот зашита в наш мозг, она называется «Экономия сил». Присторечья программа «Лени». «Лени», да. И, как бы, вот, скажем, центр голода или, там, центр, не знаю, либидо в нашем мозге существует, а вот центра «Лени» нету, потому что, по сути, все наши нейросети, они используют этот алгоритм реализовать какую-то деятельность, затрачивая поменьше энергии. И, как бы, биологически это понятно, потому что нам, действительно, по жизни всегда калорий не хватало, явно в нашей эволюции. Зачем, значит, их тратить, если можно не тратить? И это похоже порой на, ну, не знаю, вот как ручей течет по равнине, да, вот он выбирает низкие места, и там раз, и русло. И вот наши нейросети, они тоже склонны решать проблему более простым путем, что-то забывать, не формировать память, если можно ее не формировать, и все такое прочее. И если мы долго не используем какие-то блоки, то там прям реально начинается упрощение нейросети, разрываются контакты. Поэтому мозги надо все время тренировать. Раз. Как? Ну, собственно, активно ими работая. И при этом важно, хорошо бы, чтобы за этим были положительные эмоции. То есть опять мы обращаемся к сфере потребностей, и так смотрим на нее, типа, а что же тебе, дорогой, нравится в жизни это делать? Ну, только желательно, чтобы при этом не наносить вреда другим людям, да? Вот какая-то такая общественная, ну, или хотя бы личностно полезная и невредная другим людям деятельность. И вот когда сочетается активная работа с положительным эмоциональным фоном, для мозга это классно. И чем она сложнее, чем она больше захватывает разные сферы, сенсорные входы, движения. Очень важно, например, двигаться, да еще по-новому. Не просто бегать там по 40 километров, да, а танцевать, например. Понимаете? Мозги должны работать. И при этом, да, вы, ежели придете к своей бабушке, дедушке и скажете, вот, я тебе купил 500 кроссвордов, начинай решать. Так вас бабушка пошлет и будет права, потому что ей не интересны кроссворды. Но что-то-то ей интересно. И вот это и надо искать. Кто-то вообще через домашних животных выезжает. Да, или там хотя бы разводит, не знаю, кактусы на окне. И это работает. Сейчас вот сколько исследований, прямо рецензируемые статьи про то, что, ага, есть условно дом престарелых. Да, вот первый этаж, второй этаж. В первом этажу украшают все комнаты, ставят, значит, эти самые цветочки и говорят, так, только цветочки не трогать. Мы сами их поливаем, да, а вот мы тут поставили вам для красоты, любуйтесь. А второму этажу говорят, вот, цветочки вам, вы теперь за них отвечаете, ухаживаете, поливаете. И что дальше? И дальше второй этаж чувствует себя. Счастливее. Реже возникает Альцгеймера. Представляете? Но для каждого человека, пожилого, надо бы эти кнопочки найти. Если исходно их не было в жизни, совсем беда. А если вы прям креативщик, музыкант, там, не знаю, скульптор, да сколько людей начинают, не знаю, акварелью рисовать в 70 лет, и вдруг работает, и получается. Вот. Вот это важно. Мозги надо эксплуатировать. Но на самом-то деле, мозги мозгами, но у нас же мозг, это же часть нашего тела, и если вы там не сохранили сосуды, у вас раздолбан иммунитет, да, это же тоже проблема. Потому что вот эта вот сущность в сущности, да, или как там вы процедуете? Существо. Да, существо. По сути, наш мозг, он как бы вставлен в наш организм. Для него наш организм, это ближняя внешняя среда. Помните, был такой мультик про черепашек Нидзе, там такой есть злобный мозг, который, значит, носит скафандр в виде тела. На самом деле, вот так вот мы устроены, потому что мозг, он же даже с точки зрения иммунитета, что называется, забарьерный орган, в него очень мало чего из большого организма попадает. Например, не должны проходить антитела, не должны пролезать фагоцит, потому что там все очень тонко, очень тонко настроено, все эти отросточки очень маленькие. Поэтому, на самом деле, чтобы ваши мозги нормально работали, вам надо обо всем организме заботиться. И вот эта вот осознанность, она распространяется и на, не знаю, 10 тысяч шагов в день, и на то, чтобы нормально питаться, и на то, чтобы нормально спать. И чем раньше вы это осознаете, тем лучше. Я обычно говорю, что у нас как бы такой более-менее гарантийный срок как раз лет 40. Да, вот большинство наших систем более-менее прилично работает лет до 40. Вы имеете в виду лет 40 от рождения? От рождения, да. А дальше нужно уже как-то заботиться? А дальше нужно прямо совсем заботиться. То есть лучше бы раньше, конечно. Но после 40 лет у большинства людей уже проблемы и с сосудами, и с опорно-двигательным аппаратом, и с кишечником, и с гормональной сферой. И эти проблемы, они нарастают. Осознанность начинается с того, что человек узнает, что справа у меня печень, а слева поджелудочная. Вы знаете, для многих это откровение. Нет, я не знаю. Где-нибудь лет в 50. Давайте. Ух ты, вот что у меня, оказывается, болеть-то стало. Получается, что вот эта осознанность, она распространяется ведь не только на мозг, а на всё наше тело. Особенно на сердечно-сосудистую. Она у нас самая травматизируемая. Я обычно что говорю? Вот сердце, да? Кстати, оно же сокращается каждую секунду. Представляете, если бы вам надо было раз в секунду отжиматься. Постоянно двигается. И так всю жизнь, да. Мышцы постоянно двигаются. А сердце в таком режиме существует. Так надо же о нём думать. И прям визуализировать эти клапаны, да. Сходите на УЗИ. Видели, как ваши клапаны работают? Это вообще впечатляет. Современные УЗИ, там же эффект Доплера, да, и он красит, если, значит, кровь пошла не в ту сторону, в синие завиточки. Это называется красивым словом регургитация. И прям так смотришь, они так трынь-трынь, и так эти завиточки. Если маленькие завиточки, всё нормально. А большие уже порог сердца. Уже надо что-то делать. Но когда ты это увидишь, ты прямо к своему сердцу начинаешь относиться более личностно. Можно я попробую увязать тему здоровья, на которую вы зашли с мозгом? У нас один подкаст, мы посвящали отдельной теме диеты. Может ли диета действительно влиять на мозговую деятельность, эффективность мозга? Вообще до мозга, вот прям совсем из еды, должно доходить не очень много веществ, причём строго контролируемый набор. Потому что у нас многие молекулы, которые мы едим, самые банальные, ну не знаю, какой-нибудь там глутамат. Каждый день едим несколько граммов глутамата в составе обычных белков. У нас в мозге это вещество выполняет функции возбуждающего нейромедиатора. Если бы это проходило в мозге, у нас бы там съеденная котлета вызывала бы судороги. Это как бы не надо. Вот поэтому у нас мозг действительно вот это забарьерный орган. То есть идёт очень жёсткий контроль прохода химических веществ из кровотока в нервную ткань. И это специальная такая штуковина под названием ГЭП, гематоэнцефалический барьер. Но, кстати, с возрастом его тоже начинает корюжить. При хроническом стрессе, при хроническом воспалении там вся эта проницаемость меняется. Но, в принципе, еда очень серьёзно влияет на мозг. И мы, во-первых, должны доносить до организма и до мозга в том числе все незаменимые компоненты. Незаменимые компоненты. Это же не только витамины. Это полиненасыщенные жирные кислоты. Это правильный аминокислотный набор. Дальше нам нужны естественно микроэлементы. Какое-нибудь железо. Половина населения анемия. Как бы дефицит железа, насколько я понимаю по оценкам диетологов и так далее, он вообще самый актуальный из всех дефицитов пищевых. Про витамины-то все знают, но на самом деле дефицит железа, женское население, оно почти всё в анемии в связи с особенностями физиологии. Ну и так далее. Погодите, и так далее вы не произнесли одного слова, которого я ждал. Ну-ка. Обратите внимание, слово сахар или глюкоза не было произнесено, хотя это один из наиболее часто встречаемых ответов. Вот мне надо мозгу сладенького закинуть. Что это за миф? Или это не миф? Нашему мозгу нужен сахар? Всё хорошо в разумных пределах. Вообще сахар, ну а точнее глюкоза, да, уж давайте так. Глюкоза, да. Глюкоза. Потому что сахароза классическая, это глюкоза плюс фруктоза, это как бы... Вообще глюкоза, это основной бензин, на котором работают наши клетки, основной источник энергии. По-любому, да, эволюционно. Вот почему так случилось? Потому что растения синтезируют глюкозу в ходе фотосинтеза. Фотосинтез, да, это как бы базовый процесс, который там углекислый газ и воду соединяет, получается, чудесная молекула С6, H12, H6. И дальше работа митохондрии, она настроена на то, чтобы превращать глюкозу обратно в углекислый газ, воду и энергия в форме АТФ. Ну и как бы это основной путь энергообмена. Поэтому разумное количество глюкозы нам всё время нужно. Поэтому есть система поджелудочной железы, которая об этом заботится. Но мы можем без сахара жить? Глюкозу наш организм может воспроизводить самостоятельно? Ну, во-первых, он может сам её делать, а во-вторых, мы же крахмал-то всё равно едим. Да, вот совсем убрать углеводы из еды, и это довольно серьёзный напряжение. Я сейчас не про углеводы, конкретно только про сахар. А сахар, пожалуйста. Сахар же с нами всего 200 лет, ну, может быть, чуть больше. Да, убирайте на здоровье. Мы же спокойно жили без него. Я обычно рассказываю, что вот представьте себе древний человек, где он мог взять сахар? Где? Спелые фрукты, так их съедают полузелёными. Там, не знаю, мёд, так его охраняют злые пчёлы. Возникал у наших предков сладкий вкус тогда, когда вот мы жуём крахмал, прямо в ротовой полости возникает мальтоза, и она уже даёт этот сладкий вкус, и это как бы классно. А прям настоящая сладкая. Ну, когда появилась сахароза, она же как лекарство была. Да, то есть вот где-то там, ну, условно в 16 веке привозили тростниковый сахар, и прям врач выписывал тяжело больному, да, раствор сахара, как прям стимулятор такой, прям конфеток-то особо не было. Да, вот что-то там на меду, но с мёдом тоже всегда были проблемы. Мёда на всех не хватало. Поэтому мы можем, конечно, без лёгких углеводов существовать. И они скорее у нас источник положительных эмоций, чем источник, ну, собственно, энергии. Тут же ещё важно что понимать, что углеводы, они не являются практически строительным материалом. Это либо энергия, ну, либо прозапас. Наука в вашей области развивается? Вот наука изучения мозга. Конечно. Сергей, вот смотрите, вы берёте, за что дают Нобелевские премии, да? И что вы видите? Вот по физиологии и медицине. 50% Нобелей за иммунитет, 40% за мозг, и 10% за что-нибудь ещё, ну, например, там, антропологам вот дали, или там каким-нибудь паразитологам. А как вы оцениваете, насколько человечество сегодня понимает мозг в процентах? Ну, мне, поскольку часто задают этот вопрос, я как бы уже отвечаю всегда, что я прям вот цифру не могу назвать, но мы можем пройтись по уровням. Вот смотрите, на самом деле сказать мозг – это почти ничего не сказать. У нас есть молекулярный уровень, есть клеточный уровень, есть уровень нейросетей структуры, есть системный, когда мы говорим о памяти, эмоциях. Вот на каждом уровне довольно-таки независимые блоки знаний. Ну, и на самом деле молекулярный уровень, да, я думаю, изучен процентов на 40, да. Всякий там нейросетевой, еще работать и работать мы очень мало знаем о конкретных нейросетях, там, какого-нибудь мозжечка или таламуса, но мы знаем общую логику работы нейросетей, и именно ее используют при построении искусственных интеллектов. Если говорить о взаимодействии структур, ну, наверное, тоже уже процентов 30-40 мы знаем, вот благодаря там ФМРТ, электроэнцефалограмме. А вот выход на психические уровни и как это увязывать с физиологией, тут я думаю, что скорее мы знаем еще процентов 10. Какие вот вы ждете одно-два максимум самых ярких открытий, например, в ближайшие 10 лет, которым вы бы рукоплескали и порадовало бы вас? Нет, ну вообще самое такое открытие, которое все ждут уже, не 10 лет, а, можно сказать, 50, что делать с нейродегенерациями? С болезнью Альцгеймера, с болезнью Паркинсона, потому что там же механизм какой? В нервных клетках накапливаются дефектные белки. В конце концов от этого нейрон перестает работать, а то и вообще погибает. И похожие процессы идут и в коже, и в печени, но если погибла клетка печени, так вместо нее как бы новую сделаем. А в мозге-то нельзя, это же нейросеть, там же информационные каналы, поэтому вот эти нейродегенерации, они прям порой сметают личность, ну, та же самая болезнь Альцгеймера. Вот, и уже больше 40 лет с этим работают, а толку чуть. Вот сейчас появляются подходы, которые с помощью воздействия на гены вот этих дефектных белков при помощи РНК, при помощи фрагментов ДНК, может быть, дадут какие-то способы на все это повлиять. Но боюсь, что это не 10 лет все-таки, а скорее 20, 30, 40. Моя область, которую я очень люблю и в которой много работал и работаю, это регуляторные пептиды. Это молекулы, которые, фрагменты белков, и которые очень важны для управления нервной системой. Но они очень хлипкие, и их в качестве лекарств применять очень сложно. Но в последние годы учатся делать их более прочными, и появляются препараты, ну, например, для того же контроля аппетита, для того же контроля бодрствования. Есть еще же потрясающая сфера, сфера стволовых нервных клеток, когда вы, например, берете эти клетки и вводите вместо травмы, ну, скажем, спинной мозг, да, и это помогает зашить какую-то дырку. С этим тоже очень много работает. Ну и, наконец, область нейроинтерфейсов компьютерных, то есть сопряжение компьютер-человек, оно тоже очень привлекательно. Конечно, лишние 2 гигабайта памяти мы еще очень нескоро туда сможем вставить, а вот на входе, скажем, помочь слепому человеку, на выходе помочь человеку там без руки и присоединить его мозжечок к железной руке. Вот это тоже очень впечатляет. Это важно. И это, понимаете, вот эти все вопросы, они объединяют фундаментальные исследования и какой-то практический выход, что очень важно, потому что нам же важно, чтобы еще студенты, сотрудники шли в эти сферы, и всегда очень хочется, чтобы сочетался какой-то такой глобальный смысл с каким-то конкретным выходом. Вы, как ученые, какие бы себе красные линии на уровне этики, например, провели, в какую область человеческого сознания или вообще жизнедеятельности не надо науке приближаться? Вживление чипов, перепрошивка мозга, биоинженерия. Есть ли в принципе красные линии, где мы должны сказать, нет, вот за них переступать не стоит. А если есть, то какие? Ну, вообще красные линии устанавливают, конечно, не ученые, а скорее юристы или, например, государство, которое опираясь на... Ну, еще и каждый человек просто из своих соображений морали и этики, наверное, может руководствоваться. Да, и это само собой. Я, бывает, читаю лекцию, ко мне подходит там какой-нибудь слушатель, говорит, вот, профессор, вы так интересно о мозге рассказывали, вот у меня есть мозг, возьмите его для исследования, делайте с ним что хотите. Я говорю, нет, нельзя, я не могу вам вживлять электроды в мозг, вот, потому что, во-первых, это не поощряется уголовным кодексом, во-вторых, я сам, да, по своим этическим соображениям не могу на вашу личность вот так вот нападать с помощью электродов и скальпеля. То есть, все-таки, идея, да, вот этого невреждения, не повреди, такая глобальная медицинская, она и в физиологии тоже существует. И она у нас ведь распространяется не только на человека, но, например, на экспериментальных животных, потому что никто вот специально каких-нибудь белых крыс ради развлечений не режет и не ковыряется в их мозгах, потому что каждый раз, как правило, за этим вполне конкретная задача, связанная прежде всего с лечением того или иного заболевания и с тем, что мы должны в этом разбираться. И без этого никак. Вот поэтому, собственно, красные линии, они в основном связаны с нанесением вреда, страданием, бессмысленностью нанесения этого вреда. Ну, а когда мы работаем с человеком, то это, в общем-то, сфера не науки, скорее, а медицины. А что касается генных модификаций, здесь, опять же, все должно решаться, во-первых, законодательством конкретной страны, но понятно, что развитие, например, вот этих CRISPR-Cas технологий, а куда же без них? Потому что генетических заболеваний все больше и больше, вот этот генетический груз человечества, очевидно, нарастает, и что-то с этим делать-то все равно придется. Поэтому пока подобного рода работы они ведутся в ситуациях, когда, ну, скажем так, можно очень как-то отдельно вытащить какой-то функциональный блок. Ну, например, помочь слепому человеку и внутрь глаза ввести вот эти CRISPR-Cas, эти самые конструкты, которые там вылечат какой-то ген, и там палочки-колбочки заработали. Это почему возможно? Потому что глаз, так же, как мозг, кстати, забарьерный орган, и вот если вы туда ввели, то никуда не денется. Или, например, красный костный мозг, скажем, проблема врожденного отсутствия иммунитета, ну, потому что вот сбит ген, который отвечает за формирование антител. Вы можете стволовые клетки красного костного мозга вынуть из пациента, в чашки Петри их вылечить, показать, что с ними все нормально, что они не перешли там в какой-то онкологический режим. Потому что когда вы работаете со стволовыми клетками, это всегдашняя опасность. Вы можете их так сактивировать, что потом вы не остановите развитие опухоли. Вот вы показали, что все нормально, а потом возвращаете их человеку, самому же донору. Это его же клетки, никаких проблем с совместимостью нет. И заработала иммунная система. Вот это уже сейчас получается. Да, не 100%, да, это дорого, но с этим люди работают, и это будет развиваться. Ну, а как иначе? То есть наука, вот современная физиология, она прежде всего все равно про лечение заболеваний, про биотехнологии, про то, чтобы помочь человеку быть там более здоровым, счастливым, активным долгое время. Значит, с этим надо разбираться, искать все новые, новые, новые методы. Как правило, эти методы, когда появляются, они там дорогие, что называется, для избранных, но проходит 10, 20, 30 лет, и это уже становится общедоступным. Ну, там, не знаю, ПЦР, когда появилось, жутко дорого стоило, да, а сейчас там уже почти каждый может заказать анализ своего ДНК и что-то там понять про свою там устойчивость к холестерину или к той же болезни Альцгеймера. Я Диме этот вопрос задавал не так давно, Алексееву нашему. Если бы у вас в руках оказалась волшебная палочка, и она дала бы вам возможность ваш мозг предустановить, как у нас предустановлена программа Лени, предустановить три каких-то ну, самых, на ваш взгляд, полезных привычки. Вот, что бы вы выбрали? Раз, два, три. Вот прям так, навскидку, да? Да, да. Ну, поскольку я, в общем, здорово физически ленив, я бы все-таки заказал большую любовь к движениям. Раз. Да, большую любовь к изучению иностранных языков, потому что у меня как-то в этой сфере то самое. Ну, а третье, прямо даже не знаю. Ну, что-нибудь такое связанное с рисованием, например. Чтобы рука тянулась рисовать постоянно. Да, чтобы вот искусство как-то еще украшало нашу жизнь. Потому что в искусстве очень много дополнительной новизны и позитива. Вот что-нибудь такое. Знаете, что Дима заказал? Ну-ка. Дима заказал. Привычка номер один. Спать. Сон, здоровый сон. Ну, просто приучить себя ко сну. Привычка номер два. Какой тощий и стройный, конечно. Ему с ним хочется куда-то бежать. Привычка номер два. Планировать и думать о будущем. Привычка номер три. Кормить свои бактерии хорошей едой. Короче, заботиться о своей микробиоте. Да, но это у него же профессиональная деформация, конечно. Деформация, думаете? Да, ну как. Это я также, наверное, думаю о своих нейронах. Хотя микробиоты вызывают у меня глубочайшую симпатию. И даже когда мы были студентами и нам читали курс микробиологии, нам уже тогда объясняли, что смотрите, дофамин, серотонин, они же бактериями в колониях используются для того, чтобы обмениваться сигналами. И вот эта сигнализация, она же имеет жутко древние корни. Ей больше миллиарда лет. И с тех времен мы к микробиоте относимся к гигантским почтениям. Вообще микробиота – это же совершенно планетарное явление. Экологи, когда про всё это рассказывают, они делают на этом акцент, что есть два симбиотических события, которые имеют совершенно планетарный масштаб. Микробиота и микориза. Микориза? Ну, микробиота – это то, что в кишечнике у сложных животных, и оказывается, что ни одно приличное сложное животное без этого не может существовать. А микориза – это грибы, внедряются в корни растений. Это не совсем аналог микробиоты, но это абсолютно необходимый симбиоз, казалось бы, более простого и более сложного существа, но более простого и выполняет суперважные рутинные функции. То есть гриб для корня растения берёт воду и минеральные соли, потому что сам корень не может с этим справиться. И дальше оказывается, что не только подберёзовики и подосиновики, а любой, значит, куст, который хотя бы 2-3 года живёт, он без этого не может существовать. И вот это единство разных по уровню организмов, оно потрясает, оно планетарное, да? И вот действительно микробиота и микориза. Давайте дружить. Спасибо за неутомимую просто готовность рассказывать очень понятным, очень популярным языком. Мы оставим ссылки на телеграм-канал, обязательно подпишитесь, Вячеслава Альбертовича. Желаю вам ещё больше аудитории. Спасибо. И всего самого хорошего. Вам всяческих успехов. Вы тоже делаете потрясающее, интересное, важное, благородное и полезное дело. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. 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 Спасибо.